Так, тут мы рассмотрим браузер и посмотрим, как работает интернет на этом телефоне, так как разрешение не очень большое, но есть Wi-Fi. Есть 3G, вы можете их отключить, причем мне понравилось, что Samsung реализовали эту вещь с помощью такой менюшки. То есть вы зажимаете клавишу включения-выключения длительно, и можете включить или выключить передачу данных по 3G. Это некоторое время назад было очень актуально, потому что люди писали, а как же отключить интернет, Android съедает деньги. Мы не можем понять, где это отключение. Да, на многих телефонах до сих пор заморочено, это все находится где-то там в корнях меню, еще где-то там непонятно. Здесь все просто, зажимаем клавишу включения и выбираем передачу данных. Либо отключить, либо включить. Все, никаких денег, ничего не съедает и все в порядке. Кстати, такая же ситуация была с айфоном. Все говорили, вот на айфоне нельзя отключить передачу данных, и у нас съедаются деньги туда-сюда. На самом деле там все просто. Заходим в меню и просто отключаем передачу данных. Вот и все. Так, давайте посмотрим интернет-браузер. Я специально показываю вам именно на штатном браузере, потому что это штатный браузер, капитан очевидность. Можно поставить... Нет, не надо. Можно поставить сюда Opera Mobile или там еще какую-то любую версию Opera. Она поинтереснее, конечно же, но сам факт тестирования штатного браузера. То есть, может быть, кто-то не захочет ставить Opera. Ну, мало ли. Может такая ситуация возникнуть. Давайте мы проверим на... Вот, кстати, здесь есть Apple Lab. Я уже заходил на этот сайт. Грузится не очень быстро. Но, к сожалению, здесь нет флэш. Флэш ролики вы не сможете смотреть. Я уже пытался и мучился, ставил флэш. Но он не с Adobe нельзя скачать, не с Market его нельзя скачать. Но, к сожалению, ARM V6. Но, с другой стороны, посмотрите, малютка, а тем не менее, посмотрите, как быстро ест страничку. Что-то мне подсказывает, что даже быстрее, чем на многих других телефонах. Но, с другой стороны, надо не забывать, что здесь разрешение 320 на 480. Вот вам мультитач. Смотрите, как работает отлично. Не зря, наверное, разогнали до 800 МГц процессор. Вот вам... Ну, в серфе я даже удивлен несколько, что так можно быстро на нем использовать интернет. Достаточно показательное. YouTube без проблем. Все-таки здесь присутствует плеер YouTube. Так что, можно смотреть ролики. Потом обрежу. Да, нужно противопринять. Здесь у меня есть, где работа идет. Вот вам YouTube без каких-либо сложностей. Плюс ко всему, есть, конечно же, и приложение YouTube. Внутри телефона. Так, что это у нас тут такое? Так, это неинтересно. А вот это интересно. Было бы, а мы сейчас посмотрим, в каком формате. Но, к сожалению, наверное, МП-4. И не воспроизведет нам. Так. Да. Тут какой-то хитрый формат. Не читает. Давайте попробуем еще куда-нибудь на Хабра-Хабра зайти. На Хабр. И вот так лучше набирать. Хабр. Давай, Хабр-Хабр. Ах ты, елки-палки. Я хочу, чтобы он сам нашел. Он не хочет. Поехали. Давайте я вам поближе сделаю. Что ж так? Глаза можно сломать. Смотрите, отлично открылся. Скорость тоже хорошая. Но, опять же, флэш нет. Вот и скорость хорошая. Сейчас бы появился флэш. Вот здесь вверху. Вот здесь бы все мельтешило бы. Вот. И все. И тормоза бы страшнейшие были. Поэтому тут вот на большого любителя флэш. Я, например, не прикалываюсь с флэш. Я даже не знаю, где его использовать. Ну, тут спорить не буду абсолютно. Кому-то он важен, но мне он не важен. И если бы сейчас они поддержку сделали бы флэша, даже на гигабирцом процессоре, все бы глючило бы очень сильно. Например, Galaxy S тоже с флэшем не очень хорошо работает. Так. Что нам интересно здесь? А нам, в общем-то, все и так понятно, что хорошо все работает. Здесь, видимо, ролик какой-то должен был быть. Но его нет. Все хорошо, отлично. Что еще можно сказать? Куда еще можно зайти? На интересные сайты. Какие-нибудь там, я не знаю. Что у меня есть? gsmarena.com У него, наверное, есть мобильная версия у этого сайта. Нет. Нет у него мобильной версии. Ну вот. Очень громоздкий сайт. С кучей картинок. Ой-ой-ой, не надо. Ну, посмотрите, как шустро. Мне это нравится определенно. Даже при увеличении очень хорошо работает. Давайте мы вот так сделаем. Например, телефон Samsung. Так. И нам надо найти Geo. А Geo у нас будет где-то внизу. Потому что телефон не сверхновый. Так. Плюс-плюс. Вот здесь где-то должен быть. А что же мы мучаемся? Мы можем по поиску найти. Вот тут. Вот он, Geo. Как-то он выглядит несколько не так, как в реальной жизни. Вот, смотрите. Как-то... Не знаю. Может быть, та картинка. И вот здесь вся информация про Geo. Отличный браузер. Хорошая скорость. Всё. Всем спасибо. Пока-пока.